МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы часто внешне отличаемся друг от друга, но при всей этой очевидной несхожести кровь каждого человека состоит из двух основных частей. Это форменные элементы, эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и плазма. И каждый из этих элементов играет в организме человека свою четко обозначенную роль. Здравствуйте! Основную тему нашего сегодняшнего разговора я уже обозначил. Впрочем, говорить мы сегодня будем не только об этом. Что надо делать для того, чтобы стать донором? Если это донор мужчина, мы требуем показать военный билет. Чем опасна такая процедура сегодня? Здесь, наверное, речь больше идет не о заражении донора, а, скорее всего, о возможном заражении рецепиента. И что думают о донорстве жители нашего города? Сегодня, по статистике, переливание крови проводится каждому третьему жителю на планете. Такая востребованность привела к тому, что был даже учрежден Всемирный день донора. Он, кстати, отмечался не так давно, 14 июня. Как стать донором в нашей стране? Какая предварительная подготовка необходима? Какие преференции предусмотрены для таких людей? И кому быть донором противопоказано? Сегодня в нашей программе. Но, прежде чем начать, мы поинтересовались, что в рамках обозначенной темы интересует жителей нашего города. Нужно ли придерживаться какого-то специфического питания для того, чтобы стать донором? Во многих странах при приеме на работу предпочтение дается тому, у кого есть карта донора. А скажите, что у нас с донорством в стране? Как часто можно сдавать кровь и нет ли привыкания? Ну что же, на все заданные вопросы мы постараемся ответить. Но сейчас самое время представить нашу сегодняшнюю гостью. Итак, знакомьтесь. Шемердей Марина Владимировна, заведующая отделением заготовки консервированной крови Гомельской станции переливания крови. Здравствуйте, Марина Владимировна. Добрый день, Алексей Владимирович. Марина Владимировна, наверное, нет человека, кто не знает, кто такие доноры. Но, тем не менее, вот расскажите, почему же донорство так важно? Донорство – это пожертвование части собственной крови для переливания, для дальнейшего переливания нуждающимся больным людям или для изготовления медицинских препаратов. Статистически доказано, что каждый третий человек в мире хоть раз в своей жизни нуждается в компонентах и препаратах крови. Поэтому очень важно, чтобы донорство у нас было не экстренным, то есть, чтобы оно было не тогда, когда возникают какие-то чрезвычайные ситуации или катастрофы, а чтобы донорство крови у нас было регулярным, чтобы у нас поддерживался постоянный запас крови, который в любой момент может понадобиться больным для переливания. Ну, Марина Владимировна, тут еще, знаете, наверное, нельзя сказать и о том, что кровь, наверное, это уникальная жидкость, которую невозможно синтезировать в химическом случае. Абсолютно верно. Кровь не синтезируется. Это уникальное вещество, которое может дать только донор. То есть мы его не можем получить ни в химической лаборатории, ни синтезировать искусственным путем. Марина Владимировна, ну а кто вообще может быть донором? Донором может любой дееспособный гражданин Республики Беларусь в возрасте от 18 до 60 лет, который прошел медицинский осмотр и который не имеет противопоказаний к донорству. То есть в принципе любой человек? В принципе любой человек, кому по своему состоянию здоровья можно сдавать кровь. Марина Владимировна, но мы сказали о том, кто может быть донором. А что нужно вообще для того, чтобы прийти к вам и сдать кровь? Должна быть прописка в Гомеле или Гомельской области. То есть человек с паспортом подъезжает к нам на станцию переливания. Значит, у нас есть компьютерная база данных, отведенных лиц по адресам и по фамилиям и имам отчества. Значит, человек, когда с паспортом подъезжает к нам на станцию переливания, мы его пробиваем по этой компьютерной базе и смотрим, может он у нас быть донором или нет. Значит, кроме того, если человек проживает в общежитии, то необходима справочка от коменданта общежития с обязательным указанием комнаты, в которой живет человек. То есть для того, чтобы пробить этот адрес проживания. Значит, кроме этого, будущий донор наш, так как нам необходимо видеть, может ли он по состоянию здоровья сдавать кровь, он должен предоставить нам справку, медицинскую справку о состоянии здоровья, которая берется в поликлинике по месту жительства и обслуживания человека. Донор раз в год предоставляет данные рентген-флюорографического обследования и раз в год предоставляет общий анализ мочи. Значит, для женщин мы требуем, чтобы раз в полгода нам предоставили осмотр гинеколога обязательно. И если это донор мужчина, мы требуем показать военный билет, потому что часто в военном билете указываются какие-то статьи, по которым отводится данный человек от воинской службы, является невоеннообязанным. И, значит, мы тогда смотрим, что это было за заболевание, какие причины были отвода, ну и решаем, может ли этот человек быть донором. Значит, в дальнейшем, когда уже нашему будущему донору, так сказать, назначена дата сдачи крови, в этот день он приходит на станцию переливания, там ему делают минимальное лабораторное обследование, и он проходит обязательно медицинский осмотр или врача-терапевта, или врача-трансфузиолога, которые уже решают вопрос, можно ли допускать этого человека к сдаче крови или нельзя. Ну, то есть, практически, знаете, комиссия, как на водительское, да, как на пароварху? Ну, практически, да, потому что здесь мы смотрим не только на то, насколько безопасна донация для самого донора, но мы смотрим еще на те факторы, насколько это будет безопасно, переливание крови в рецепиенту, то есть, если донор чем-то болен, если, не дай бог, у него какие-то были хронические заболевания, то вы же сами понимаете, что с кровью мы это можем перелить рецепиенту, Марина Владимировна, ну, а кто не может быть донором? Есть перечень заболеваний и состояний, при которых донорство крови противопоказано. Если говорить коротко, то это прежде, есть абсолютное противопоказание к донорству и относительное противопоказание к донорству. Среди абсолютных противопоказаний к донорству это такие заболевания, практически все инфекционные болезни, паразитарные болезни, тот же самый ВИЧ, сифилис, то есть человек, который болен этими заболеваниями, донор не будет никогда. Это является абсолютным противопоказанием к донорству. Значит, есть у нас относительные противопоказания к донорству, которые являются временными, то есть это то же самое ОРЗ, грипп, наличие герпеса на губах. По выздоровлению этот человек в принципе может быть донором у нас. Ну, а вот такой чисто жизненный вопрос, в последнее время очень модны стали татуировки. Вот может ли человек, у которого есть татуировка, быть донором? Да, он может быть донором, но для того, чтобы стать донором, должно пройти определенное количество времени. Для нас это 6 месяцев. Почему? Потому что в принципе мы можем предположить, что при набивке татуировки человека могли заразить какую-то из инфекций. Учитывая то, что есть, у каждой инфекции есть сероконверсионный окно, то есть тот период времени, в который нарабатываются антитела и тот период времени, в который наши тест-системы не могут определить это заболевание, то желательно, чтобы прошел какой-то период времени, чтобы мы посмотрели, болен ли человек чем-то или нет. Могли его заразить, допустим, тем же самым гепатитом, сифилисом или же он абсолютно здоров. Марина Владимировна, ну а как часто можно сдавать кровь? И вообще, не бывает ли привыкания? Значит, мужчины у нас могут сдавать кровь 5 раз в год, женщины 4 раза в год. Значит, кроме вот того, интервал между донациями крови составляет 60 дней, то есть это то время, которое надо организму для его восстановления, для восстановления клеток крови. Значит, после каждой пятой донации мы делаем донору обязательно перерыв, который длится 90 дней, то есть это тот перерыв, когда организм полностью восстанавливается, самообновляется и донор уже может с новыми силами сдавать у нас кровь. Значит, что касается привыкания, да, некоторые доноры говорят, что я привык, я там подсел на иглу, что мне срочно надо сдаться, но, естественно, такого нету, потому что вообще кроветворение это саморегулируемый процесс и какие-то там кроводачи, они никак на него не влияют, то есть кровь обновляется у человека сама по себе и привыкания, конечно же, не возникает. Ну, а какой вот максимальный объем крови человек может там сдать, например, за раз? Значит, максимальный объем крови, который берется у наших доноров, это 450 миллилитров плюс-минус 50 и 25 миллилитров у нас идет на анализы. То есть это именно тот объем крови, при сдаче которого нормальный, здоровый человек хорошо себя чувствует, он хорошо восстанавливается и ему не надо каких-то дополнительных усилий для того, чтобы снова войти в колею, скажем так. Ну, Марина Владимировна, вот мне на глаза попалась информация о том, что в некоторых западных странах при приеме на работу предпочтение отдается тем людям, у которых есть карточка донора. А вот какие социальные, скажем так, бонусы несет донорство в нашей стране? Ну, значит, у нас есть гарантии и компенсации, которые предоставляются нашим донорам, причем я хочу отметить, что у нас донорство есть как на возмездной основе, так и на безвозмездной основе. Значит, те доноры, которые сдают кровь на возмездной основе, они получают денежную компенсацию. Плюс в этот день, в день сдачи им дается справочка о предоставлении гарантии и компенсации доноров, согласно которой в день сдачи крови человек освобождается от работы, значит, и этот день ему оплачивается по среднему, выплачивается средняя заработная оплата у нас на станции переливания крови. Значит, если человек сдаёт кровь на безвозмездной основе, у нас тоже такие доноры есть, значит, он тоже в этот день освобождается от работы, единственное, что денежные компенсации, денежные выплаты, и ему делает наниматель. Кроме того, все доноры имеют право на дополнительный день отдыха. Неважно, сдал он на возмездной или безвозмездной основе. Только единственное отличие, что те, которые сдают у нас возмездно, этот день, опять же, оплачивается ему по-среднему, а тот, кто сдаёт безвозмездно, это просто как день отдыха. Кроме этого, доноры получают бесплатное питание у нас на станции переливания крови, а безвозмездные доноры, им идёт денежная компенсация на питание. Доноры, которые сдают на возмездной основе, они со временем получают нагрудный знак отличия, гоноровый донор Республики Беларусь. Для того, чтобы получить этот знак отличия, им надо сдать или 40 кроводач, или 80 плазмоферезов. Значит, безвозмездные доноры, им надо сдать 20 кроводач или 40 плазмоферезов, то есть немножко меньше, в два раза. Значит, что же даёт нам нагрудный знак отличия, гоноровый донор Республики Беларусь? Ну, это, во-первых, внеочередное обслуживание в поликлиниках, это первоочередное приобретение билетов на транспорт, это железная дорога, это автобусы. Значит, кроме того, отпуск в любое подходящее для донора время, ну, часто это, конечно, они пользуются в летнее время, берут эти отпуска, и также дополнительная доплата к пенсии. Марина Владимировна, ну, вот иногда возникает такая ситуация, что люди вроде и готовы сдать кровь, но боятся одной вещи, что вот при донорстве они могут заразиться какими-то инфекционными заболеваниями, там, гепатитами, ВИЧ. Что делается у нас, чтобы избежать подобных ситуаций? Ну, во-первых, весь забор крови идет в одноразовые стерильные контейнеры. То есть при доноре вскрывается упаковка, проверяется контейнер, и забор крови идет именно во всю стерильную, а затем используются стерильные мединструменты. То есть при доноре распаковывается набор, индивидуальный набор для донора, и забирается кровь. Значит, здесь, наверное, речь больше идет не о заражении донора, а, скорее всего, о возможном заражении рецепиента. Почему? Потому что кровь – это такой продукт, вместе с которым, значит, рецепиенту могут попасть различные инфекции. Тот же самый ВИЧ, тот же самый сифилис, тот же самый гепатит. Мало того, что кровь является чужеродной тканью для рецепиента, и на нее может быть иммунный ответ у рецепиента. Значит, кровь может нести в себе какие-то инфекции. Значит, все дело в том, что у каждой инфекции есть период сероконверсии. То есть это тот период, когда в организме человека происходит наработка антител, какому-то вирусу и бактерии. И в этот момент, да, эти бактерии или вирусы не могут обнаружиться нашими тест-системами. Это первое. Значит, второе, мы прекрасно все понимаем, что со временем все бактерии, все вирусы, они могут мутировать, они могут видоизменяться, и они могут выглядеть совсем по-другому. Поэтому они могут не определяться нашими тест-системами. И плюс еще это само сознание доноров. То есть донор должен сознавать, что от его крови зависит чья-то жизнь, и от того, что перельет рецепиенту, будет следующий итог. Значит, поэтому у нас проводится все возможное для минимизации риска заражения рецепиента. То есть у нас проводится трехэтапное обследование доноров. Это, во-первых, мы обследуем первичных доноров, которые обращаются к нам, и которые хотят кровь сдать на возмездной основе. Мы их предварительно обследуем на маркеры вирусных инфекций. Значит, если эти маркеры отрицательные, только тогда мы позволяем этому донору сдавать кровь. Значит, второй этап – это уже непосредственно после сдачи крови. То есть мы обследуем именно дозу крови, которая берется у доноров, и на наличие вирусных инфекций. Значит, и третий этап – это у нас существует карантинное хранение компонентов в крови. То есть выдача этих компонентов происходит в лечебную сеть только тогда, когда у нас донор приходит повторно и обследуется на маркеры вирусных инфекций. То есть если результат обследования отрицательный, тогда, допустим, ту же самую плазму мы отдаем в лечебную сеть. Если там какие-то нюансы, тогда мы ее задерживаем. 14 июня – Всемирный день донора. И вот в этом году он проходил под эгидой безвозмездной сдачи крови ее компонентов. А что делается у нас в городе для того, чтобы проводить популяризацию безвозмездной сдачи? Ну, мы, во-первых, проводим различные акции по безвозмездной донации крови. В этих акциях у нас активно участвуют наши студенты. То есть они любят, когда мы приезжаем к ним на забор крови, они участвуют в этих акциях, мы им выдаем какие-то небольшие призы, сувениры. То есть они с удовольствием принимают участие. В частности, это наш Белгут, это Гомельский государственный университет имени Франциска Скорыны, это медуниверситет. Кстати, сегодня у нас состоялась выездная заготовка крови в медуниверситете. Хотя там и мало приняло участие людей, но, тем не менее, сейчас у людей сессия, поэтому они как бы не могут. Ну, вам, как человеку, работающему с кровью, я не могу не задать вот такой вот вопрос. А доводилось ли вам вообще когда-либо встречать вампиров? Ну, скажем так, если говорить серьезно, то есть ли такая категория пациентам, которым перерывание крови требуется постоянно? Да, увы, такая категория пациентов есть. То есть это в первую очередь наши гематологические больные. Это онкогематология, это больные гемофилией, это больные пластическими анемиями. То есть здесь им кровь нужна именно для продления поддержания их жизни. Значит, кроме того, компоненты крови необходимы при каких-то обширных хирургических вмешательствах. Это те же самые операции на крупных суставах, где идет травматизация обширного количества тканей, сосудов. Это те же самые кардиохирургические операции, где без наших компонентов крови никак не обойтись. Значит, кроме того, это наши беременные женщины, которые во время родов у каждой беременной женщины может быть риск кровопотери. То есть тут для того, чтобы компенсировать кровопотерю, необходима заместительная терапия. Поэтому наши компоненты широко используются и применяются. Марина Владимировна, наверняка то, что человек является донором, накладывает какие-то ограничения на его жизнь. Вот можно об этом рассказать поподробнее? Донор у нас прежде всего должен вести здоровый образ жизни. То есть это понятно, что от того, как он себя ведет, насколько он правильно питается, у нас зависит качество наших крови и ее компонентов. Значит, если говорить о питании, то накануне до сдачи крови донор должен исключить жирную, жареную, острую, соленую, копченую пищу, семечки, орехи, молочные продукты, бананы, цитрусовые. То есть хотя бы за сутки все это не употреблять в пищу. Кроме того, донор у нас за 10 дней до сдачи не должен принимать лекарства. То есть в частности антибиотики и за 5 дней до сдачи препараты салициловой кислоты. То есть это исключить. Кроме того, донор утром должен обязательно позавтракать. То есть на голодный желудок приходить на донорство не надо. То есть это должен быть легкий какой-то завтрак. Каша сваренная на воде, можно ту же самую чай, булочка, там сухарь. То есть легкий завтрак, можно фрукты покушать, можно небольшой овощной салатик себе сделать. То есть кушать надо обязательно. За 2 часа донор не должен курить до сдачи и после сдачи крови. И за 2 суток не принимать спиртного. То есть то же самое пиво, оно считается спиртным напитком. И употреблять его перед сдачей крови мы не рекомендуем. Этого нельзя делать. Марина Владимировна, ну и в конце беседы несколько слов на путь ве тем, кто хочет стать донором крови или ее компонентов. Донор – это человек, который дарит надежду еще на один день, еще на одну мечту, дарит надежду на жизнь. Сдать кровь – это не так страшно. То есть сдав кровь, вы даже не почувствуете себя как-то плохо. Но при этом ваша капля крови может спасти чью-то человеческую жизнь. Поэтому я призываю вас, сдавайте кровь, помогайте людям, делайте доброе дело, потому что тем самым вы проявляете акт милосердия, тем самым вы помогаете людям, тем самым вы спасаете чью-то человеческую жизнь. Ну, замечательное на самом деле пожелание. Спасибо вам за столь содержательную беседу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Марина Владимировна Шемердей, заведующая отделением заготовки консервированной крови Гомельской станции «Переливание крови». Ну что ж, в конце программы я скажу традиционное пожелание. Берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. И до встречи в программе «Диалог о здоровье». Продолжение следует...